А тут, понимаете, уже президент страны в открытую говорит, вот, есть у нас там в одной из стран Европы сидит человек, который из патриотических соображений убил бандита. Самое интересное, что под это описание можно было бы Юсуфатимирхану вообще, ну, идеально подходит. В отношении него, конечно, Путин такие вещи не скажет. И мы, говорит, готовы отдать и говорить о том, чтобы там обменять журналиста американского на нашего человека, реально совершившего тяжкое преступление, убийство на территории иностранного государства. Мы готовы говорить о том, чтобы его поменять. То есть, смотрите. Тумсо, слухи оказались правдивыми, и за интервью Путина стало понятно, что Россия действительно хочет менять американского журналиста на киллера, который убил Хангашвили, как думаешь, дожмут американцы немцев. Я не знаю, я не буду здесь какие-то свои давать прогнозы по этому поводу. Я знаю лишь одно, что немецкое законодательство не предусматривает вообще таких вариантов, что какая-то третья страна, там что-то, что-то. Но мы с вами прекрасно понимаем, что в нужный момент, в каких-то ситуациях любые возможности находятся, либо законы обходятся, либо они вообще в целом игнорируются, либо принимаются законы наскоряк. Поэтому все возможно, я, честно говоря, ничему, конечно, не удивлюсь, но на данный момент ситуация такая, что в Германии нет, в принципе, механизмов таких законодательных, которые бы могли позволить это сделать, чтобы американского гражданина можно было отправить в Америку, а осужденный за преступление на пожизненный срок в Германии мог в ответ на освобождение американца отправиться в Россию. То есть это, в принципе, как бы немецкое законодательство это не предусматривает. Но, повторюсь, ничему, конечно же, мы не удивимся. Я, знаете, по этому интервью хотел обратить внимание на более важный момент, чем все вот эти вот, все то, что многие там обсуждали. Я смотрел много различных разборов этого интервью. Ну, да, там люди, конечно, все это показывают, там есть какие-то эксперты в американской политике, что вот это предвыборная гонка в Америке, поэтому это все понятно. Но, на мой взгляд, самое важное в этом интервью почему-то игнорируется, почему-то все либо с точки зрения там американских выборов об этом говорят, либо кто-то сидит рассказывает, что вот Путин, какой он дурачок, он там, значит, начал рассказывать историю 25 минут, сказал, что там полминуты или минуты расскажет историю, значит, начал там сваряг и, значит, на 25 минут экскурс историю, что вот, мол, сам этот Карлсон был в шоке от него, там, на лице у него было написано. В общем, все это разобрали на мемы, но основной посыл, точнее, главное, что произошло в результате этого интервью, это ведь то, что Путин вот так вот в свет озвучил, что Польша сама виновата в том, что на нее напали, напал на нее Гитлер, нацисты. Вы понимаете, что мы как-то уже настолько привыкли, как-то мы не замечаем подобные моменты, но если вы вернетесь буквально там лет 5 назад, 10 назад, невозможно было бы себе представить подобное. Это не просто вопрос реабилитации нацизма, который настолько остро стоит в европейских, особенно в германоязычных странах. Это вообще, в принципе, понимаете, Россия, которая всю свою пропаганду государственную строит и строила все эти годы на этой победе в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, теперь в свет вот так вот президент этой страны делает заявление просто невероятное по масштабу абсурдности. Получается, то есть со слов Путина, вы понимаете, что это такое, это очень серьезный толчок в открытии, в расширении этого окна Авертона. Это как, это знаете, это не просто его так аккуратно взять, вот так вот чуть-чуть, чуть-чуть так вот это вот приоткрыть это окно, немножко его взять и расширить. Это взять и вообще прорубить с помощью, помните в этом мультике в Том и Джерри, дом там сносил, там трактор поезжал, и у него такая железная, железный шар такой, которым он бил по этим домам. Вот это примерно такая же ситуация, когда вот этим огромным металлическим шаром просто долбанули по этому окну Авертона и откинули его на километры. То есть, если мы в начале этого крупномасштабного вторжения России там сидели и рассуждали, ну не мы конкретно, я имею в виду эксперты, различные комментаторы сидели и пытались объяснить, сказать, что это фашизм, что в России фашизм, что именно они фашисты, и кто-то там с ними спорил, не, ну подождите, ну они берем же фашисты, подождите, может быть не так сразу, может не так грубо, нет, это фашизм там. И казалось, что это, ну, многим казалось, что там сравнение с фашизмом это, наверное, чрезмерно. А тут раз и президент страны такой делает заявление, после которого уже дальше, нет уже никаких ограничений на государственном уровне пропаганды в России, начать обеление нацизма. И, с одной стороны, нужно 9 мая праздновать Парад Победы, нужно сажать этих ветеранов, нужно рассказывать, что в Украине ты борешься именно с нацизмом, с последователями того самого Гитлера. И тут же объяснять, что да, мы с Гитлером тогда воевали, мы его победили, это вот последователи Гитлера, они плохие, но самые плохие во всей этой истории, это поляки. Понимаете, как он выстроил, да, там, мы воюем в Украине, мы проводим, значит, деноцификацию, потому что Гитлер, он уже давно мертв, но дело его живет, и живет он сегодня в Украине, говорит Путин. И тут же говорит, ну, Гитлер, он же не просто так напал на Польшу, его вынудили, понимаете, вот они мы, он говорит, мы вот хорошие, есть Гитлер, который плохой, он где-то вот здесь, а вот там вот, ну, вообще где-то, где-то в очень, на полочке, где-то. Там вот самые плохие, там поляки. Это ведь, ну, не просто, не просто заявление, это прямое, как бы, указание для пропаганды, давайте, направляйте теперь все в ту сторону. И теперь, я не удивлюсь, если начнется, если вся вот эта вот тяжесть этой пропаганды теперь войдет в сторону поляков, а там дальше и не проблема, и остальных куда приписать, в Прибалтику, там. Короче, на мой взгляд, это интервью, оно очень такое судьбоносное, это не простая такая вещь, это не просто там предвыборная какая-то тема Трампа, это не просто предвыборное интервью Путина. Это что-то гораздо более серьезное произошло на этом интервью. Там были, если убрать вот эту, всю эту чушь про исторический вот этот экскурс, там, всю эту ерунду, и посмотреть просто тезис на те вещи, которые Путин там озвучил, в том числе и предложение по обмену, это вещи, которые до сих пор представить было невозможно. И да, с одной стороны, это очень хорошо, что маски все, по сути, сброшены, мы теперь видим, как подобные вопросы, они же до сих пор, наверное, как-то решались, не публично, вот эти вот вопросы обменов, там, переговоров, это всегда было не публично, это какие-то там дипломатические, даже не дипломатические, а поддипломатические какие-то бывают контакты, когда они на официальном уровне, там, депмиссий, посольств, там, и так далее, сотрудников посольств, а еще под ними бывают какие-нибудь там лица или организации, какие-нибудь там, которые дружат вот здесь, имеют подходы к этим и к тем, и через них договаривались, и достигну уже договоренности, там, раз-раз спецслужбы как-то где-то в каких-то аэропортах нам что-то обменивали. Обычно так это происходило, и мы с вами уже по факту узнавали, что, что-то там кого-то обменяли, начинали это обсуждать, будто там на баскетболистку и так далее. А тут, понимаете, уже президент страны в открытую говорит, вот, есть у нас там в одной из стран Европы сидит человек, который из патриотических соображений убил бандита. Самое интересное, что под это описание можно было бы Юсуфа Тимирханова вообще, ну, идеально подходит. В отношении него, конечно, Путин такие вещи не скажет. И мы, говорит, готовы отдать и говорить о том, чтобы там обменять, значит, журналиста американского на нашего человека, реально совершившего тяжкое преступление, убийство на территории иностранного государства. Мы готовы говорить о том, чтобы его поменять. То есть, смотрите, что в этом заявлении, что в нем экстраординарного. То, что президент страны говорит открыто, что этот человек, совершивший там преступление, мы заинтересованы в том, чтобы вернуть его домой. И раньше, никогда раньше, ничего подобного представить себе было невозможно. Никогда было так вот открыто подобное не сказал бы Путин. Даже когда это произошло, убийство Хангашвили, даже тогда, комментируя эти вещи, Путин, ну, он не был настолько откровенен. Да, он там сказал, что Хангашвили был террористом, укрывали, но он вот так открыто не заявлял, что этот человек наш, мы хотим его вернуть, готовы там его обменивать. Ни в коем случае он пытался как-то отстраниться от этого, типа был выше всего этого. А сейчас прям вошел в тему. И вот эти вот заявления о Гитлере, о том, что украинской национальности в принципе там не существует, это все там искусственно все создано. И сам факт того, что Путину дали, то есть Путина показали с другой стороны, если до сих пор показывали, что есть вот Путин, сумасшедший диктатор, совершивший преступное нападение на суверенное государство, совершивший акты геноцида, Буча, в общем, все вот эти вот моменты. И никто не пытался даже сказать это все вот так, но а почему он это сделал? Давайте попробуем его понять. Давайте попробуем понять, почему вот Буча, почему по мирным городам, по больницам, по школам бьют, почему убивают ни в чем не повинных людей, почему все это происходит? Мы должны это понять, мы должны дать этому человеку возможность объясниться, чтобы объяснив, он получил какую-то часть сочувствия, понимания. То есть это в принципе было раньше недопустимо, никто подобного не делал. А сейчас ему дали именно это сделать. Этот Такер не задал, видимо, никаких вопросов ни по поводу Буча, никаких там преступлений. Он как будто бы дал Путину возможность объяснить западной в основном аудитории, англоязычной, почему он напал на Украину, и что у него тоже были какие-то причины для этого. НАТО расширялось, нам с ними поступили нечестно. И поэтому, в принципе, Бучу можно объяснить, Ирпень можно объяснить, удары по гражданской инфраструктуре можно объяснить. Потому что вынудили, ведь Гитлера тоже вынудили поляки напасть, так же и вот украинцы они вынудили. Поэтому это на самом деле очень серьезный такой сигнал. Я думаю, что после этого интервью сейчас начнется уже такая более активная пропаганда того, что Путин, в принципе, может быть и прав в этой ситуации. Не просто так это все произошло, может быть все-таки нужно признать право Путина России на то, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО, что НАТО не должно начать. Но вы понимаете, в общем, в каком ракурсе теперь пойдет, в каком направлении теперь пойдет разговор. В общем, я думаю, что это не лучшие, конечно, сигналы. Это нехорошо, что подобное произошло. Ведь очень много людей, слушая Путина, сказали себе, ну в принципе, да, у него, наверное, были причины. Да, все-таки Запад неправильно поступил с Россией. Понимаете, когда вот это вот акцентирование внимания идет не на преступлениях, которые совершает нападающая сторона, а на том, что ее побудило на то, чтобы в принципе начать эту войну, и там начинается вот это понимание, сочувствие людей. Потому что никто в этом интервью не напоминает об этих преступлениях. Они сидят и рассуждают о истории, о контексте этих всех событий. Если, вот смотрите, если провести аналогию с нацизмом, ведь если убрать концлагеря, газовые камеры, 6 миллионов евреев убитых, этот холокост, геноцид и вот все то, что было, если это убрать, об этом не говорить, то в принципе о нацизме ведь тоже ты будешь говорить как-то с пониманием. Тут уже понимаете, если вот этот вот весь этот ад убираешь, эксперименты над людьми, там все то, что происходило, все то, что творило СС, если это все ты убираешь и начинаешь просто вот так вот политически, исторически об этом рассуждать, что вот первая война мировая, что вот Германию поставили в такую ситуацию, когда она настолько была унижена и вот этот вот реваншизм, он во всех там кипел. И в принципе, да, Германия там имела какое-то право на то, чтобы этот реванш получить. И потом она, ну и поляки там были несговорчивы, понимаете? То есть, когда вот это все убираешь, то ты начинаешь с пониманием к этому всему относиться, когда нет вот этих вот зверств, творимых этими людьми. То же самое и здесь. Если ты уберешь Бучу, Ирпень, уберешь вот эти прямые удары по гражданской инфраструктуре, по мирным жителям, это все если ты убираешь, то ты так только начинаешь, садишься и такой, ну да, в принципе, вот варяги еще, когда они пришли, вот была окраина, их там называли украинцы, и вот это какой-то чушь, ты начинаешь в это все залезать. Но надо-то на самом деле отключаться от всего, надо отключаться. Так вот, учите, ребята, хорошо, окей, там любые разговоры о политике, о контексте, о истории, это все хорошо, но есть преступления, совершаемые этими людьми, и оправдать их нельзя никаким контекстом, никакой историей. Как это не оправдались с нацизмом, то же самое должно быть и здесь. А так это очень серьезный такой прецедент, за ним сразу же все то, что здесь в Европе особенно является таким триггером и непозволительным, то есть вообще любые вопросы и разговоры о реабилитирующей нацизм, это здесь под строжайшим табу. И вот сейчас такой сделан шаг, чтобы это табу снять. Субтитры создавал DimaTorzok